Действительно так оно и есть. Станислав является руководителем собственной школы дизайна, является руководителем собственной студии дизайна, успешным предпринимателем, поэтому тема бизнеса как раз то, что надо. Мы всегда знаем, что про бизнес лучше Стаса никто не расскажет. Вместе со Стасом мы как раз делаем эту дизайн-конференцию, уже восьмой раз она будет проходить, поэтому еще раз, как организатор Станислав, прекрасный человек. В портфолио достаточно крупные объекты, как частные, так и общественные. Из общественных могу назвать такие бренды, как Сбербанк, Связной, Аэрофлот, Москва-Сити, сейчас новый терминал строится по их проекту, ну и частные интерьеры, это дома, коттеджи, таунхаусы и так далее. Всю информацию можете о проектах посмотреть на сайте design.ru через дефис, ну а собственно мы позвали его, чтобы он поделился опытом и рассказал об организации студий, потому что самое, как мне кажется, главное его конкурентное преимущество и отличие от других дизайн-студий тем, что Станиславу удалось построить систему работы в дизайне, и этой системе он как раз обучает и в своей школе дизайна, и сегодня поделится с вами. Я думаю так, я вам желаю хорошего настроения, хороших знаний, эмоций, и Станислава Орехова мы хотели поприветствовать, но он куда-то спрятался. Добрый вечер всем, я очень рад, что все пришли, как меня слышно? Все ли нормально? Всем слышно, видно? Отлично. Давайте начинать. Сначала хочется познакомиться с вами. Дените, пожалуйста, руку, кто уже работает дизайнером, либо у кого уже есть проекты. Есть такие? Отлично. А кто учится и хочет быть дизайнером, начинает? Ага. Так, а остальные, кто не поднял или все подняли? Еще кто здесь есть? Какие категории? У кого уже есть свой бизнес, своя студия? О, отлично. Кто еще подсказывает? А, поставщики есть у нас, уважаемые коллеги, друзья? Есть тоже, да? Отлично. Стандартный вопрос. Кто бы хотел организовать студию, работать в команде? Отлично. С места можно? Почему вы хотите сделать? Для чего? Какая цель? Можно ответить. Деньги. Деньги заработать. Отлично. Еще? Потому что реализоваться больше. А почему именно студия? Почему не самостоятельно? Потому что, по крайней мере, можно себя контролировать сам. Можешь делать, но у тебя не будет границ. Только сам и заканчивай. А как студия в этом поможет? Ну, ты, я не знаю, но сможешь учить так же людей, единомышников. В команде, да, получается? Хорошо. Еще? Для чего кому студия? Помощники. Помощники, чтобы что? Чертежью визуализации. Отдавать часть работы, которая не является ключевой. Совершенно верно. Отлично. Еще у кого-то какие-то мысли? Ну, чтобы разбираться самому. Потому что, когда ты можешь чертежами перед ней, просто активной работой, которую ты уже прошел, ты, естественно, сам уже не можешь, у тебя нет времени физически упускать свои мысли в полет, там, чему-то учиться, куда-то ездить, учиться. Нужны руки. То есть, освободить время, да, чтобы заниматься имя творчеством, саморазвитием. Еще какие-то мысли есть? Так, давайте по очереди, кто? Спойлер, оставаться лично. Это что? К чему? Это значит, если ты мне не собрал. А, в команде, да, будет лучше? Точно, отлично. Еще? Даже клиенты не готовы обращаться к какому-то… Кто? Где вы? Здесь. Ага, вижу. Даже клиенты боятся обращаться к частному дизайнеру, а дизайнеру это все-таки за некомендовавшиеся себя предприятия, и в общем, не так страшно. Более сложные проекты можно делать, и более отримительные заказчики статусно будут… Отлично, да, супер, молодцы, все отлично называете. Еще? Есть у кого-то какие-то мысли, мнения по этому поводу? Зачем студия, чем поможет именно вам? Менение, направление, позвание. Это что такое? Это удовольствие. А, удовольствие именно организации процесса. Организация, да, реализация проекта. Ага, вы дизайнер? Я, ну, можно сказать. Ага, супер. И нравится именно организовывать, да? Да. Отлично, еще? Еще, мне кажется, нужно обсудить, например, какая-то идея. Есть путь взгляд, а есть еще взгляд коллег. И расточить мысли с помощью. Ну, это в команде, да, уже обсуждали. Еще что-то есть у кого-то? Мысли? Отлично, ну, практически все назвали. У меня еще одна была мысль, ее частично назвали. Ну, когда я, собственно, организовывал, у меня была такая проблема, да, большая боль в этом. Помимо, там, денег, творчества и всего остального, у меня катастрофически не хватало времени. У меня не было возможности. У меня было много заказов. И время требовалось для того, чтобы это все выполнять, естественно. У меня была проблема, что я не мог поехать в отпуск куда-то, да, и я 8 лет практически работал безвыездно никуда даже, там, ни в Турцию, ни в Египет, даже не съездив, да, в такие вот стандартные даже страны на отдых. Конечно же, это все интересно, это все увлекательно, но отдыхать тоже нужно. И когда ты понимаешь, что важно строить систему, важно строить работу и делать это желательно в начале карьеры в молодом возрасте, и это очень сильный такой толчок и очень важная часть для нас, чтобы начать действовать и действовать именно сейчас. То есть нельзя ждать там, когда будет уже большой опыт, потому что, к сожалению, как показывает практика, я общаюсь с большим количеством людей, мозг, он привыкает действовать, привыкает работать по определенному алгоритму, который уже приносил успех, ну, какой-то, да, но очень тяжело в дальнейшем отойти от этого, да, и начать действовать другим алгоритмом. Поэтому всем, кто только вот думает, только начинает, если вот то, что сейчас мы назвали, это как-то вам близко, то задумываться о построении какой-то системной работы лучше прямо сейчас. И когда я вот первый раз все-таки уехал, как получилась интересная история, я взял одну квартиру, она была классическая, не очень сложная, сейчас я, может быть, покажу, она даже тут есть. Я ее стал делать, но взял аванс, да, и поехал отдыхать. Естественно, клиенты мне начали звонить и говорят, ну, а что там вообще, как, и все нормально, не беспокойтесь. Конечно, сроки уже подходят к концу, но я понимаю, потому что мне физически нужен отдых, и ничего без этого не получится, я просто умываюсь на работе. И что получилось? Я съездил на дней на 10, по-моему, отдохнуть на море. Приехал, и у меня как раз подходил срок. Я за неделю полностью сделал проект от начала до конца. Это очень здорово, очень классно, и именно вот отдых, да, оторвавшись от работы, позволяет нам в дальнейшем мобилизировать наши силы и получить очень хорошие результаты. Квартиру вам покажу, в принципе, нормально получилось, и клиенты очень-очень довольны. Хотя, конечно, очень сильно переживали. И тогда я понял, что мне, конечно, прекрасно отдыхалось, но не очень нравилось, что мне названивали и, в общем, отвлекали немножко от этого мероприятия. Я понял, что было бы неплохо, если бы кто-то остался и занимался какими-то процессами там за меня, да, чтобы люди как минимум могли взять телефон, принять комментарии, успокоить клиента, да, сказать, что все нормально, не переживайте, с вашим проектом работают, и результат будет там через три недели. То есть результат может быть в то же время, да, но кто-то будет держать под контролем всю эту ситуацию. И это вторая очень важная особенность, да, о которой стоит поговорить. Любой руководитель, с чего он начинает, с чего должен начинать, это именно поиск помощника на административные какие-то вопросы. Почему это важно? Даже не для того, чтобы всеминутно там разгрузиться, да, или вот, как я сейчас рассказал, получить вот такие вот всеиминутные результаты, чтобы кто-то отвечал на телефон. Это очень важно для того, чтобы получить навык делегирования. Навык делегирования, то, что вы называли сейчас, именно работа с коллегами, с визуализаторами, с моделлерами, с чертежниками, он просто так сам по себе не получится. То есть нас учат в институте, мы сами учимся по книгам там или еще чему-то, учимся, как работать в дизайне. Но, к сожалению, как делегировать, учат в других институтах, на других должностях, это управленческие вещи. И очень часто получается так, что у дизайнера нет одновременно способностей и управления, и работы. А так получается, что работа дизайнера, опять же, я сейчас не хочу там какие-то рассказывать, вы должны именно так или по-другому. Я хочу рассказать просто о своем опыте, который у меня был и к чему я пришел сейчас. Я этого не знал в самом начале. То есть работа дизайнера, она, наверное, на 50% где-то состоит только из творчества. Вторые 50% это управление и это умение защитить свою работу, умение договориться с заказчиком, умение сдать ее, умение не принимать комментарии, либо принимать комментарии, но не все, умение последовательно вести проект и так далее. Много таких дополнительных качеств, которыми мы либо не обладаем, либо нас не учат в стандартном институте по дизайну. И это правильно на самом деле, то есть если мы пришли обучаться какой-то профессии, вот у нас, допустим, есть полугодовой курс по дизайну, я там специально говорю, ребята, я вот именно на этом курсе, мы не будем проходить ни управление, ни делегирование, ни создание студии, вот этого всего не будет, потому что один навык в единицу времени. Но это не значит, что этого не должно быть, поэтому если вы учитесь или читаете какие-то книжки по дизайну, читайте и учитесь также дополнительно обязательно и управлением. И лучше не читать даже просто, а именно взять там помощника, можно начать не обязательно с каких-то сложных задач, начать можно с самых базовых управленческих задач, не по проекту, да, а какие-то вот личного помощника, да, можно так сказать. Я до этого дошел, когда мы начали делегировать, я начинал как визуализатор, у меня были проекты по визуализации, и моей ключевой способностью было умение рисовать хорошие картинки, хорошие визуализации, сейчас мы их посмотрим. И очень много времени тратится, наверное, 50 или даже более процентов, как я сказал, именно на то, чтобы принять комментарий, расписать, отдать моделеру и пересогласовать. И первое, что я сделала, считаю, что это очень правильное решение было, это я взял помощника, как помощника, да, это был просто мой друг, с которым мы там с детства еще со школы учились, он ничего точно так же не знал ни о управлении, ни о делегировании, ни о дизайне вообще, в принципе, как и я. И просто мы договорились, что я буду рисовать картинки, я умел это делать в 3D Max и в фотошопе, а он будет общаться по телефону с клиентом и согласовывать то, что нужно делать по почте, и пересылать эти же данные нашим помощникам-моделерам, потому что визуализация, как вы, надеюсь, знаете, состоит из самой картинки и из модели, которую должен делать моделлер. Но, собственно, так мы и начали. И в этот момент, когда у нас наладилась эта работа, получилось так, что я тратил примерно 20% времени на самое творчество, вот как вы говорите, да, развиваться и в плане именно своего развития, своего творчества. И у меня освободилось время на то, чтобы либо лучше учиться рисовать, да, именно в творчестве, разрабатывать дизайн, либо организовывать, дальше усиливать, организовывать именно бизнес-составляющие. Ну, к сожалению, может быть, а может быть и нет, потому что каждому человеку нужно свое, то есть если кому-то нужен постоянный прогресс, постоянное развитие, здесь мы должны это в себе, естественно, отточить. У меня это есть, мне хочется все время делать что-то новое, что-то интересное, что-то больше, больше и дальше развиваться. У некоторых людей, и с этим мы тоже столкнемся абсолютно точно, такой потребности нет. Нет, это тоже неплохо, это нормально, то есть в большинстве людей нет никакой потребности в риске, в том, чтобы отвечать за что-то, да, помимо своих вот там каких-то обязательств, и то в рамках определенной там финансовой составляющей и никак иначе. То есть не у всех людей есть потребность двигаться дальше, и многих устраивает текущее положение дел. И это тоже нормально, с такими людьми тоже мы будем работать, и нам нужно в том числе с ними взаимодействовать. Для этого у нас есть там инструменты мотивирования, естественно, мы сейчас об этом поговорить не сможем, но это тоже очень важно. Но еще очень важно то, что мы, когда мы настраиваем систему, работаем, собираем себе сотрудников, помощников, нам важно, чтобы были люди, которые помогают нам в рутинных операциях. И они будут получать меньше денег, а мы будем получать больше. Так получилось у меня, я тратил 20% времени, получал 80% денег. Мой помощник, соответственно, наоборот, тратил 80% времени именно на эту работу, получал 20% денег. Тут я смекнул, что это можно дальше и дальше и дальше развивать. Ну, это был первый как бы этап, да, на самом деле это немножечко ошибочное такое мнение, то есть это первый такой опыт, скажем, будущего капиталиста от дизайна, да, то есть казалось бы, сейчас я наберу много людей, да, и мы будем рисовать, буду все деньги как карабаст-барабаст получать, да, а все будут мне служить и получать мало, а я буду получать много, ручки потеряю. На самом деле эта схема не очень хорошо работает, да, к чему я пришел дальше. Она работает на начальном этапе только для того, чтобы мы с вами, ну или вы, получили именно навык делегирования вот этот первый. Дальше, естественно, нужно включаться в мотивации. Самое важное, вот как у нас сейчас работает студия и как мы сейчас работаем со всеми практически нашими коллегами. Самая главная задача сделать так, чтобы человек, работая с нами, получал не только деньги, но и больше он должен получать моральное удовольствие в том, что он делает. Моральное удовольствие он будет получать вот из-за тех всех навыков, которые вы сейчас сами назвали. То есть это работать с интересными проектами, участвовать в команде, то есть в общности делать что-то большее, чем он сам. Это, ну естественно, зарплата достойная должна быть. Это признание, что вот его ценят. Это желание и возможности развиваться в нашей команде. Ну и другие вещи. Мы их сейчас все назвали, если вы их записали, либо запомнили. То есть все то же самое. И наша задача, когда мы строим студию, самая главная глобальная задача, когда мы строим коллектив, это очень сложная задача. И к ней сложно, на самом деле, догадаться и прийти к ней. У меня это не сразу получилось. Я истратил почти 10 лет, чтобы вообще это понять и к этому прийти. Это построить такую систему, которая не просто качает деньги, не просто конвейер, а в которой каждый специалист может развить себя в той области, которая является его ключевой компетенцией. Все мы с вами разные, и у кого-то творческая способность очень хорошо развита, творческая составляющая, у кого-то организационная, ну вот как вы говорите, да, что вот интересно развивать им организационную часть. У кого-то развиты чертежи, то есть человек идеально там чертит, он получает истинное удовольствие от этого процесса и от результата. Он развивается в этой теме. Кто-то визуализатор от Бога, ну и так далее. И наша задача поймать этих людей, поймать в плане дать им то, что они хотят. Именно поэтому, когда вот это все я понял, это следующий был этап, скажем так, завершающий на текущий момент, к чему мы пришли, это к стандартизации профессии дизайнера. Мы разработали 10 разных, не этапов, а функций, которые выполняет дизайнер на дизайн-проекте. Эти функции 5 управленческих и 5 рабочих, да, то есть когда мы выполняем. Кто-то знаком с темой стандарт-профессии? Есть кто-то, нет? Если кто-то не знаком, вот один человек, обязательно ознакомьтесь. У нас на сайте есть именно описание. Я пришлю потом ссылочку. Сегодняшним участникам вы сможете более подробно там в деталях посмотреть все те вещи, о которых я сейчас говорю. В чем самая главная суть? Мы делим составляющие дизайнера на части. Давайте с вами тоже поработаем. Из чего состоит работа дизайнера? Вот какие 10, как вы думаете, давайте попробуем их назвать, 10 основных ролей дизайнера на проекте? Как вы думаете? Проектирование. Проектирование. Что это такое? Кто говорит? Я. Проектирование. Это что? Ну, это когда ты визуально представляешь, как будет в итоге объект сделано. То есть, ты делаешь, ты перенародки. Создание дизайна. Да, это работа дизайнера. Первое, да, давайте назовем это дизайнер. Тот, кто, собственно, придумывает дизайн. Его задача состоит из того, что он придумывает планировку, из геометрии, то есть, как это будет выглядеть, и с подбором мебели и материалов, которые у нас будут на проекте. Это вот дизайнер, правильно? Еще, какие есть? Что? Общение с заказчиком. Общение с заказчиком. Отлично. Общение с заказчиком осуществляет у нас ведущий дизайнер. Его отличие от дизайнера, то, что он держит в голове весь проект полностью, от начала до конца. У него есть все навыки, которые есть у дизайнера, которые мы только что сейчас сказали. Плюс у него совершенно точно добавляется еще один инструмент. Это работа с заказчиком. И у него появляется ответственность. Он ответственный за проект. То есть, если проект получится, он молодец, получает бонусы и все остальное. Если не получится, соответственно, у него проблемы, он виноват. Ведущий дизайнер. Второй назвали. Еще. Но смелее. Визуализация. Абсолютно точно, конечно. Конечно, визуализатор. Это что делает визуализатор? Все верно. Картинка. То, что придумал дизайнер, он берет и оболакивает в понятную готовую картинку, которую можно показать заказчику. Может ли это делать дизайнер? Конечно, может. Но тогда он делает это как человек и делает он это как визуализатор. Но для того, чтобы было понимание, для того, чтобы разделить функции, для того, чтобы можно было делегировать, мы обязаны делить работу дизайнера и работу визуализатора. Дизайнер тоже должен, в принципе, показать визуально то, что он придумал. Но показать он может это в эскизе, он может показать это в наброске, он может показать это в чертежах. Много способов. Он даже на салфетке может нарисовать. У дизайнера здесь больше руки развязаны в плане передачи своей мысли клиенту. А у визуализатора задача одна – сделать фоториалистичную визуализацию на компьютере, если это 3D Max. Либо, если мы рисуем от руки, это тоже возможно, значит, нарисовать фоториалистичную картинку по заданию. Визуализатор ни в коем случае не придумывает ничего, он берет задание и делает. Еще? Комплектатор. Комплектатор, отлично. Что делает комплектатор? Подбор материалов и вся поставка. Да, когда? Когда он этим занимается? Подбор материалов, которые разрабатывают проекты. И комплектатор, когда? Смотрите, подбор материалов на проекте – это задача дизайнера. Дизайнер подбирает, дизайнер рисует, дизайнер придумывает. Комплектатор занимается подбором уже непосредственно покупкой и подбором по проекту материалов и привозит их на объект, сдает строителям. В общем, занимается уже конкретной реализацией. Работа дизайнера у нас заключается в том, чтобы придумать и воплотить. То есть нельзя просто придумать, это будет просто картинка, можно сказать, эскизный проект. Если мы говорим о реализации, то вот там нам уже понадобится именно комплектатор. Плюс комплектатор еще один есть, комплектатор студии так называемый, но он не входит сюда, но комплектатор студии тоже есть. Это человек, если у вас есть помощник, вы можете помощнику попросить под ваш стиль, под ваши задачи подобрать уважаемых коллег, поставщиков, подрядчиков. Если мы работаем с классическим стилем, к примеру, вот DECAR можно использовать для того, чтобы дизайнеры знали, какие элементы приобретать и какие использовать. Это может выяснить, это может придумать и занести в базу поставщиков в компании именно комплектатор студии. Но он не относится к стадии проектирования, он относится к стадии управления и административной работы. Я еще не хочу здесь немножко грузить, там кто понял, тот понял, кто нет. Наверное, ничего страшного, это как бы куда копать дальше в организации работы. Комплектатор на проекте у нас не присутствует, комплектатор присутствует в реализации. Но абсолютно точно комплектатор тоже есть, то есть это функция всю дизайнера. Еще какие функции дизайнера есть? Так, давайте по очереди, обмерщик, все правильно, замерщик, обмерщик, все верно. Функция, когда человек приходит, да, и он должен померить пространство, помещение и сделать чертеж, передать дальше в работу. Точно, еще. Давайте авторский надзор, это не функция отдельная, это этап, да, этап работы. Авторский надзор осуществляет ведущий дизайнер, то есть его функция помимо создания проекта, идеи проекта, его функция еще и создания, ну, дальше доведения его до результата. То есть он является как бы контролирующим органом, когда проект реализуется. Еще какие есть? Обмерщик, вот еще один, пятый, наверное. Кто считает? Сколько у нас уже назван? Пять? Шестой, еще кто есть? Еще пять. Давайте думать. Чертежник, правильно. Нет, это не он же, как вы сказали, он же визуализатор? Ну, есть, которые рисуют и чертят, но иначе она осталась. Это отдельно, все обязательно нужно отдельно, неважно, если даже человек и рисует, и чертит, и придумывает, и обмеряет, это функция мы должны именно делить. Ключевая вообще способность руководителя, именно разделить эти все части, и если у нас в людях, мы нашли какого-то классного человека, который делает вообще все от начала до конца, и мы уже можем его взять на работу и спокойненько с ним работать, просто в нем будут совмещены все функции. Если у нас такого человека нет, мы можем взять двоих, троих, пятерых, шестерых, десятерых, то есть мы можем их объединить, либо если у нас проектов много. В этом самая суть, в этом самая суть. Мы сейчас здесь как бы это вот прорабатываем для того, чтобы мы запомнили, для того, чтобы дальше, если будете организовывать студию, вы искали себе помощников. Не просто мне нужен помощник какой-то, который будет делать все и ничего, и ничего хорошо, а чтобы замещали какую-то конкретную необходимую функцию. Еще? Инженер. Инженер. Что делает инженер? Инженер. Что? Составляет технический проект, электрику, и электрику. Электрику, и что еще? Канализацию. Канализацию, да, да. Все технические. Отлично, отлично. Это все важно и нужно, но, к сожалению или к счастью, это не входит в дизайн проект. Дизайн проекта не включает в себя ни электрический проект, ни канализацию. Ну, если дизайнер, например, он не сможет, например, канализацию привязать, если это невозможно. То есть дизайнер должен знать то, что здесь можно... Да, да. Нет, дизайнер должен знать. Он принт. Дизайнер должен знать принципы. Если вы говорите о том, что должен, что не должен знать, дизайнер должен знать принципы устройства всех инженерных систем. Для этого есть отдельная у нас лекция будет на дизайн-конференции, называется «Инженерная грамотность дизайнера». Там мы разберем как раз-таки все основные вещи, которые должен знать дизайнер, принципы. Но он не должен проектировать сам, и он не должен отвечать за это ни в коем случае. У дизайнера нет инженерного образования. Он знает, как это работает, но он не может это и не должен это рисовать в рамках дизайн-проекта и нести за это ответственность. На это дело есть субподрядчики наши уважаемые, которые в зависимости от того, что у нас представляет из себя проект, приглашаются тоже на проект. Как обычно происходит? Интересно это углубиться немножечко? Как происходит вообще обычно? У нас есть такое понятие, как сценарий дизайн-проекта. Вообще первое, с чего начинается студия, понимание, какую услугу мы предоставляем. Какую услугу мы предоставляем? Мы предоставляем услугу, за которую можно получить деньги. Это создание дизайн-проекта. Пока мы не говорим о реализации. Мы не можем одновременно договориться с клиентом и на создание, и на реализацию. Потому что если мы так попытаемся договориться, окажется, что мы сделали проект, он скажет, я продал квартиру, мне уже не нужно, возвращайте деньги. Это будет глупо. Сначала всегда делается проект. И потом вы можете сами отказаться, поймете, что там получилась какая-то ерунда, и вы не хотите участвовать в этой реализации. И скажете, вот вам проект, до свидания. На что можно подписаться? Подписаться можно на создание дизайн-проекта. Из чего он состоит? Из чего состоит дизайн-проект? Какие комплекты там есть? Сущностей. Обмерочный план. Обмерочный план, да, это часть проекта, рабочего. То есть мы выдаем чертежи для строителей, которые должны по ним строить. Первая часть. Еще. 3D-визуализация. То есть это выдается тем же строителям и клиентам, чтобы было понимание, как эти чертежи будут выглядеть в жизни. И третье, последнее, что? Правильно, ведомости. Супер. Вот это у нас то, на что мы подписываемся, за что мы берем деньги. Это наша ответственность. Инженерии здесь не может быть. Но инженерии нужна для проекта абсолютно точно, если мы хотим его реализовать и сделать это качественно. Иначе, если ее не сделать, то что произойдет? Произойдет так, что придут строители и как-то по месту будут пытаться увязать то, что мы придумали, с канализацией, с вентиляцией и бог знает с чем еще. Нам этого не нужно, чтобы получилось хорошо. Поэтому что мы делаем? Что мы делаем, как вы думаете? Да, на каком этапе? В начале. В каком начале? Начало это что? Планировка. Вы сейчас придумали, но это не возможно. Да, все правильно. Вот подсказывают, кто я не вижу, кто подсказывает. Планировка. Все верно. Для того, чтобы начать диалог с любым смежником, с любым подрядчиком, нам нужно понимать, собственно, о чем говорить. И нам, и ему. Для этого первое, что мы делаем, это делаем планировку. После того, как мы сделали планировку и согласовали ее с клиентом, естественно, на планировке мы учитываем принципы работы всех систем. То есть мы, зная эти принципы, мы их пытаемся угадать, как будут работать дальше инженеры. Дальше мы сверяемся, сверяем наш курс с тем, как мы поняли, как мы думали. И очень часто получается так, что инженеры, они же более опытные товарищи. Ну, часто так бывает, а часто бывает нет. Но это отдельная тема, как выбрать грамотного подрядчика. Но давайте допустим такую мысль, что эти люди молодцы в своей профессии, и вот мы нашли хороших ребят. Как правило, они нам подсказывают такие решения, которые мы не знали. К примеру, вышла на выставке какая-нибудь новая суперсистема освещения или система отопления, которую мы раньше не знали, она другая. И она тоже будет работать, и будет в нашем случае это все дешевле. Допустим, меньше места занимает и качественно. Мы об этом просто не знали. Они же посещают профильные выставки, они знают новые системы, у них есть опыт установки. И эти ребята, увидев то, что мы закладываем, допустим, какое-то решение по старой схеме, к примеру, делаем кондиционер. Они скажут, зачем кондиционер делать в каждой комнате? Давайте посчитаем затраты, и вместо того, чтобы делать кондиционер в каждой комнате, давайте сделаем систему вентиляцию общую. И смогут скинуть вам экономическое обоснование, обсудить с вами это, и, соответственно, вы это обсудите вместе с клиентом. Вот это работа дизайна. Она не касается дизайна, то, с чего я начал, она касается именно управления и понимания сути нашей работы. Чем больше мы выступаем в роли именно такого консультанта, который понимает и знает, как это будет делаться дальше, тем больше, соответственно, у клиента уважение к нам, тем больше он нам доверяет, и, соответственно, тем больше он заказывает, заказывает, заказывает. И в итоге может получиться так, что если даже сначала он нам не доверял по каким-то причинам, в начале работы, когда приходит, выбирает разных дизайнеров, спрашивает, почему я вас именно должен выбрать, ну и так далее, стандартная история. Дальше в процессе работы, как только он видит, что вы заботитесь о нем, что вы даете ему разные рекомендации, что вы даете их, ну не просто так, а вы действительно консультируетесь, вы действительно пытаетесь найти наиболее изящные решения этого вопроса. Дальше наша задача, что сделать? Чтобы к концу проекта клиент нам доверил реализацию, потому что реализацией на комплектации кроются основные деньги. И вся наша работа, вся наша история заканчивает, вернее, начинается, да, в начале, но заканчивается, когда мы переходим на реализацию, это считается наш успех. То есть, по сути, для нас дизайн-проект, который мы делаем, это предварительная часть, на которой мы получаем там зарплату, а заработок у нас идет дальше. Если говорить о студии, то, в принципе, когда мы работаем несколько человек, невозможно заработать только на дизайн-проектах. Это будет заработать только на зарплату. То есть это стандартные там по Москве или по любому другому городу будут те деньги, которые мы бы получали там работая на работе. Это может быть плюс небольшой, там плюс в полтора раза, именно за счет того, что, может быть, мы еще и привлекаем клиентов, за счет этого у нас немножечко увеличится эта стоимость. Но дальше, если мы хотим работать, если мы хотим развиваться, если мы хотим реализованных проектов, нам обязательно нужно выходить на комплектацию и на авторский надзор. Ну что, еще функции? Какие есть? Давайте, давайте. Мозги. Расскажу. Сейчас функции добьем. Менеджер. Кто сказал? Молодец. Точно. Супер. Что делает менеджер проекта? По какой теме? Да, да, да. Менеджер общается с клиентом по административной части. У нас два человека, ну или две функции, давайте назовем вещь своими и нами, занимаются тем, что общаются с клиентом. Первое. Это команда, да, вот боевая команда, два человека, которые могут реализовать проект. Это менеджер плюс ведущий дизайнер. Ведущий дизайнер защищает решение, рассказывает, почему планировку или почему подобраны именно такие материалы. А менеджер говорит, когда нужно внести следующую оплату, считает просрочку, если они есть вдруг по каким-то причинам, считает, сколько времени мы истратили на проект и когда вносить следующий аванс. То есть он занимается именно этой частью. Это очень важная часть, вот тоже очень хочется на нее обратить внимание. По сути менеджер – это помощник ведущего дизайна. То, с чего я тоже начинал, ведущий дизайнер с менеджером очень хорошо работает. Почему? Потому что когда ты придумываешь что-то, проектируешь, у тебя работает одна часть мозга, то есть ты работаешь именно с творчеством. Очень сложно переключаться. Если ты начинаешь переключаться, то есть я хорошо работаю и в плане менеджера, и в плане дизайна. То есть у меня и то, и то может быть, но не одновременно ни в коем случае. То есть лучше делить это на дни, ну если вы пока без помощников, ну либо там дообедовый дизайнер, да, послеобедовый менеджер. Вот именно так. Но невозможно что-то сидеть придумывать красивое, а потом вам звонит клиент, и ты начинаешь на калькуляции считать, что-то, ну сколько это будет стоить, или начинать общаться с поставщиками. В итоге получается ни первое, ни второе действие не будет сделано хорошо. Менеджер – это очень-очень классная функция, которая позволяет высвободить творческий потенциал дизайнера. И когда мы это все понимаем, мы понимаем, что вот эта система позволяет нам именно дизайнеру заниматься дизайном творить, менеджеру кайфовать от того, что у него цифрики сходятся в бухгалтерии, и то, что вместе мы ведем проект в соответствии с теми финансовым показателям, которые мы для себя ставим. У менеджера есть договор, он понимает, сколько у нас по экономике должно сойтись, когда мы в минус уходим, когда мы в плюс уходим. В общем, он все за этим следит. Очень важная функция, без нее практически нереально работать дизайнером. Либо, если вы работаете самостоятельно, то так или иначе все равно менеджер у вас есть, только он сидит в голове и выжирает, просто отъедает очень много ресурсов, которые можно и нужно на самом деле направлять на творческое развитие. Поэтому первое, с чего начать, это помощник в виде менеджера. Отлично. Сколько назвали? 6-7? Еще. Еще. Еще три. Пиарщик. Хорошая должность, да, только она находится в привлечении клиентов. То есть у нас есть разделы, есть административные, есть привлечение клиентов и есть производство. Сейчас мы говорим только про производство. Поэтому пиарщик – это, конечно, нужная часть, но привлечение клиентов. Давайте про производство. Еще кто в производстве у нас? Чертежник был. Это уже строительный бизнес, да. Это отдельно, да, это отдельно. Сейчас мы только про проект говорим. Смотрите, давайте еще не буду томить. Три еще у нас функции осталось. Функция декоратор. Да, что делает декоратор? Он уже, да, тряпочки доводит вот то, что женское, да, вносят. Финальное – то, что вот мы сделали твердое, и теперь это нужно как-то украсить. Декораторство можно делать, а можно и не делать. То есть тут уже по желанию. Мы, допустим, не делаем, у нас нет декораторов в студии, мы этим не занимаемся. Многие ребята, многие студии на этом ставят, наоборот, упор. Это особенность нашей работы. Тоже хочу обратить ваше внимание на то, что нет правильного способа делать дизайн. Так же, как и нет правильного способа рисовать, творить, существовать. Каждый живет как хочет. Так же в дизайне. К результатам можно прийти совершенно разными способами. Можно рисовать 3D, а потом по 3D подбирать мебель в магазине. Можно сначала пойти в магазин, подобрать мебель, а потом к этой мебели придумать дизайн. Это здесь вы и мы вольны работать как угодно. Это все записывается в тему, которая называется сценарий дизайн проекта, вот о котором я говорил. Сценарий дизайн проекта строится на основе договора. То есть они в принципе совмещены. И договор и сценарий проекта презентуются как идея вашему клиенту для того, чтобы он выбрал именно вас. Клиент приходит и говорит, как мы будем работать. И мы говорим, первое вот это, второе вот это, третье вот это. И здесь мы должны обосновать, почему именно так нам удобно. И почему нашим клиентам так может быть удобно. И клиент уже будет выбирать по сути, если вот все дизайнеры работают хорошо, если мы говорим о том, что все профессионалы, хотя это тоже конечно же не так. Ну допустим, да, что все дизайнеры одинаково молодцы. Клиент будет выбирать уже более комфортный для него способ, более как вот ему кажется, что ему кажется более важным в дизайне и в создании этой атмосферы. Для кого-то это конструктивизм, минимализм, чтобы все было функционально, чтобы все было четко и спокойно, а для кого-то вот тряпочки, рюшечки, и вот чтобы все было уютно. И от этого выберет клиент того или иного специалиста. И здесь тоже нет хорошо и плохо. Каждый может работать как угодно, поэтому тоже ваша и наша задача выбрать для себя какую-то основную роль в этом всем вопросе и идти. Еще два у нас специалиста осталось. Специалист следующий это арт-директор. Что делает арт-директор, как вы думаете? Такого вообще не знаете, да? Художественный руководитель. Он занимается тем, что, ну в организации, да, он занимается тем, что проверяет, что то, что мы сделали, не фигня. И это можно отдать и показать клиенту. То есть это контроль качества. Также он занимается тем, что он помогает ведущим дизайнерам стать еще лучше. То есть он очень много знает, очень много видел, он путешествует, он самый опытный, самый такой вот мощный специалист именно в команде, в компании. Но он сам руками ничего не делает. То есть он ничего не делает, он только помогает, он только придумывает философию того, как должен быть делаться дизайн. И от того, кто такой арт-директор, будет зависеть, какая у нас студия будет. Вернемся на полшага назад, когда я говорил, что декораторство, да, может быть, может быть конструктивизм. Если арт-директор у нас пришел именно от тканей, да, от подбора материалов, от детализации, то, соответственно, он будет, или она, будут двигать тему с тактильным дизайном, да, вот с общей атмосферой, с идейностью и всем остальным. Если арт-директор пришел от архитектора, да, он архитектор по образованию, ему близка именно вот часть с функциональностью, с конструктивизмом, то, соответственно, он будет двигать эту тему. И от того, какой у нас в компании, либо в команде арт-директор, зависит то, какие стили мы будем делать, что мы будем предлагать, как мы будем выглядеть. То есть он отвечает, по сути, за наш внешний облик и за то, чтобы та продукция, которую мы делаем, либо делают наши коллеги, она соответствовала той мысли, которую мы несем. И на эту мысль приходят и клиенты, и сотрудники, и эта мысль помогает держать что-то твердое в нашей команде и, ну, быть вот таким вот важной-важной составляющей, да, которую можно пощупать и увидеть. Когда не обязательно нанимаетесь на арт-директора, чаще всего арт-директором становитесь вы или мы, или я, допустим, тоже, когда вы с дизайна, становишься арт-директором, и уже транслируешь те идеи, которые у тебя есть, помогаешь другим ребятам, дизайнерам делать дизайн, объясняешь, почему так сделано, то есть они учатся, по сути, у нас. Это один из отличных способов мотивации, в том числе, когда к нам приходит, допустим, у нас тот курс, который мы проводим по обучению дизайнера. А люди проходят там с нуля или не с нуля, неважно. Важно то, что они заканчивают, умеют делать все от начала до конца, но им нужен опыт. Где опыт получить? Получить опыт можно в студии, да, устроившись на стажировку или на работу, и дальше остаться работать. В этом случае я, так как делать уже руками смысла нет, для меня высшее уже счастье и удовольствие, и сложность и вызов, на самом деле, сделать так, чтобы другие люди сделали так, как сделал бы я. И желательно, чтобы это было без каких-то указаний, а именно вот запустить вот эту мысль так в голову человека, чтобы у него это рождалось, и у него получался тоже очень хороший продукт, и он испытывал от этого настоящее удовольствие. Вот для меня вот этот уже вызов. Соответственно, что происходит? Я получаю хорошие проекты, которые транслируют мой подход. Люди учатся и работают с интересными проектами, да, с интересными клиентами и получают отличные результаты. И мотивированы за счет того, что вот они вчера еще не умели ничего делать, а через год или через два года уже ведут собственные проекты. Это очень вдохновляет. Так, должность арт-директора. И последнее – это руководитель. Руководитель студии, десятая часть, в принципе, он очень-очень мало участвует в рабочем процессе, если мы говорим сейчас о рабочем, а не административном процессе. Но он участвует все-таки на стадии подписания договора, да, и на стадии назначения арт-директора на должность. В принципе, все. В основном дальше руководитель занимается тем, что он должен соединить процесс создания проекта с процессом привлечения клиента и с процессом административным. То есть он, по сути, соединительное звено вот этой вот нашей вот ячейки с другими зонами, которые у нас есть в студии. Поэтому здесь его рассматривать детально смысла нет. Если кому-то эта тема интересна, на веблоке дизайн-конференции там вот все про руководителей, про все остальное, про миссию, про стратегию будем тоже рассказывать. Вот такие у нас функции, которые позволяют нам понять, да, из чего состоит работа дизайнера и каким образом ее можно разбить по частям. Есть ли какие-то у вас вопросы? Вопрос. Да. Так, как финансовая часть, это менеджер проектом занимается? Да. Да. Составление график работы у вас главного материала? Комплектатор. Что? Юридическое, как они, не договорились. Административный отдел, но если мы говорим о производстве, то отвечает за это Quakey Студент. Давайте я покажу вам немножечко проектов. А есть взаимозаменяемые. Что значит взаимозаменяемые? Здесь вы используете еще много управляющих должностей. Руководители, артилекты, будущий дизайнер. Вы делаете уже, а с этим студентом надо сразу попадать здесь на такие сумасшедшие объекты. Нет. Вы можете в одном лице. Не то, что можете. Основная мысль заключается в том, что когда вы, вот один человек работает, у вас все равно внутри 10 этих должностей, 10 функций есть. Вы все равно их делаете. Вот вам и ответ. Вы в одиночку все это выполняете. Как только, как создать студию, как только вы хотите какую-то часть делегировать, ваша главная задача, что сделать? Ваша главная задача понять, какую часть вы хотите делегировать, какую часть хотите не делать и взять на эту часть именно специалиста, функции которого подходит под эту часть. Будет это один человек, отлично. Будет это несколько человек, тоже хорошо. Здесь вы уже сами вольны делать как угодно. Еще раз отмотая назад, вот я все полностью делал сам от начала до конца. В какой-то момент, ну давайте не о визуализации, а о дизайне. То есть как я дизайн начал делегировать. Я чертил я два раза в жизни проект до конца, от начала до конца. Я понял на второй раз, что больше делать это никогда не хочу. Вообще я просто не хочу этим заниматься. Мне это не нравится, это не мое. У меня замечательно получалось делать и придумывать дизайн в 3D, подбирать материал, общаться с клиентом. Я попросил своего коллегу, мы тогда работали в компании, в архитектурной, и подрабатывали дополнительно, беря заказы. Мы договорились, что я буду делать эту часть, а он будет за 10 или 20%. Я уже не помню. От стоимости делал только чертежи. Так я вот первый раз делегировал чертежи. В следующий раз я его взял на обмеры, потому что логично, зачем ему делать по моему обмеру. Если мы можем вместе поехать померить, это будет и быстрее, и веселее. И потом он сам чертежи свои возьмет, которые я сделал на обмерах, сам их будет и чертить. Все, в принципе, вот у меня появился чертежник. Потом в какой-то момент я понял, что зачем мне делать визуализацию. Можно взять сотрудников, которые это могут делать. Мне остается работать с клиентом и придумывать концепцию. Ну и так далее. Дальше, когда мы растем, мы потихонечку, научившись делать какие-то определенные функции, мы их потихонечку… Попадаются люди, так или иначе, с которыми мы встречаемся. Либо мы их целенаправленно, централизованно ищем там где-то талантливых людей. Кстати, если кто-то талантливый, обязательно пишите, присылайте резюме. Мы с удовольствием берем… У нас всегда есть, мы всегда в поиске, всегда ищем тех людей, кто может и хочет работать в какой-то из функций, которые я сейчас записывал, и делать это профессионально и хорошо, действительно. У нас очень сложно в плане требований, мы очень требовательны, но рост неимоверный, то есть именно в плане качества работы. Сейчас покажу проект, который мы делаем. Посмотрите, увидите. Так, ну что мы делаем? Давайте. Вот этого уже нет, этого тоже уже нет, мы сделаем реконструкцию, скоро будет у нас обновление, и у нас новый офис будет интересный, классный, все в кирпичике, в стиле лофт, очень-очень мне нравится, как получается. Так, вот дома, да, какие мы делаем. Маленький даже домик такой. Рестораны. Москва-сити. Бербанк. Аэрофлот. Это общественный коммерческий интерьер. На самом деле это не наша ключевая такая особенность, да, мы больше по частным специализируемся и больше любим частные. И стараемся именно их делать. То есть коммерческие к нам попадают только уж когда, ну, совсем приходят и говорят, ну, давайте сделаем. Когда отказать нельзя, тогда беремся. В основном, конечно, частные. Ну, такие достаточно простые. Любим очень натуральные материалы, когда много света, когда пространство объединено, когда есть какие-то интересные подсветки, светодизайн, вот разные такие вот формы. Но в основном стараемся цветом не работать. То есть цвета у нас такие достаточно натуральные. У нас никогда в жизни не будет красной или там синей стенки или какого-то рисунка. Обои практически мы не используем. Сейчас я вам, кстати, рассказываю вот, собственно, нашу философию, да, то есть как арт-директор, я говорю, что использовать, а что не использовать. Ну, не то, что говорю, я это показываю, транслирую в наших работах, это видят наши клиенты, и это видят наши будущие сотрудники. И вот кому близок такой подход, такой стиль, приходит. А кому близок подход и стиль с яркими красками, цветами и бантиками и ручками, отлично тоже, но они идут в другую студию, и это тоже хорошо. То есть именно разделение такое, оно очень важно. Это дизайн Кэлли Хоппен или Филипп Старк. Мы делали, ну, именно вот это Кэлли Хоппен, но мы делали два здания для Баркли, корпорация такая есть. Участвовали в разработке дизайна и визуализации апартаментов. Они их делали полностью. Сейчас такая тенденция, если вы еще не знали. Дальше это будет развиваться, когда девелоперы делают полностью под ключ с отделкой, приглашают дизайнеров и продают квартиры не в стадии бетона, а уже готовые. Правда, это бизнес-класс в основном, эконом. Нет, это в центре. Баркли, по-моему, не на Шабловке. На Шабловке? Вот эти, да? Вот эти. Эти? Эти? Вот это Баркли парк. Может быть, несколько, да. Нет, мы не проектируем дома. Нет, мы проектируем частные дома. Да, когда мы проектируем частные дома, есть конструктор, конечно. А что вы здесь делаете? Это презентация для этих самых на Крите. Там был инвест-проект. Здесь нет картинки. Наша задача была разработать концепцию с несколькими домами для продажи инвесторов. То есть здесь, по сути, концепция стиля, без проработки деталей. Но они это сейчас вот все построили и продают. То есть дальше, когда концепция проходит, вообще зарубежные проекты… Рабочку вы не делаете? Нет, зарубежные проекты не делаются никогда. Рабочка. Мы несколько проектов делали в зарубежных. Там всегда заканчивается все на стадии концепции, потому что там свои требования и свои правила. Рабочку, когда нам нужно делать, допустим, здесь мы дом делаем, у нас в Подмосковье. Там мы нанимаем отдельно конструктора, который считает нагрузки, ну, как субподряд отдаем. У нас в штате студии нет конструктора. И, в принципе, не должно быть, если мы говорим по функции именно дизайн компании, то у нас нет именно конструктора. И инженеров тоже нет. Всегда нанимаются отдельные люди. Но для клиента это может быть, если мы говорим о договорных отношениях, то для клиента это может быть как генпанряд с нашей стороны. Это тоже можно. То есть это уже зависит от того, как вы хотите работать с клиентом. Так, стиль. Идем стиль. Ну, вот этот тоже очень нравился. Ну, одна картинка. Но вот этот проект был очень интересный тем, что это 185 метров дом на кубинке сделан. Мы здесь нарисовали визуализацию и сделали рабочий проект. И у человека было там 4 дома. Он был девелопер-инвестор. И он тут же его продал. Ну, прям сразу же. 500 тысяч долларов он стоил. И вот он 4 дома сразу продал. И сразу же заказал еще. Поэтому, участвуя не только в дизайне, да, но и придумывая, как это может быть реализовано, да, если какие-то решения есть, ну, такие интересные, которые позволяют этот дом сделать строительным методом. Не обязательно там за дорого это все заказывать. Строительным методом я подразумеваю то, что мы как дизайнеры придумываем конструкции так, чтобы не нужно было, ну, закупать или заказывать, а можно было начертить это все дело. И строители, ну, какие-то рукастые, да, более-менее смогли воплотить все на объект. То есть такой более-менее гостиничный такой стиль. И это хорошо работает. Если мы работаем с девелоперами либо с инвестором, то наша задача помочь им продать как можно больше. Тогда у нас будет и заказов, и тогда уже не будет вопроса о том, сколько нам платить. Частные интерьеры. Это кабинет. Стиль разный, вот, работаем. Почему еще нужно, ну, желательно, да, почему разные дизайнеры работают? Потому что, видите, стили совершенно разные, да, есть современный такой, есть классический, есть вот с плюшечками, с рюшечками. Вот то, что я никогда не смогу сделать, но замечательно справятся девушки-дизайнеры. В данном случае тоже выполняла дизайнер, Карина у нас работала. Делала этот проект, и все счастливы. Мы просто смотрели, чтобы все было хорошо, а она реализовывала там свои фантазии и мечты. Это вот во Франции проект, задача была сделать гостиницу. И тоже… Это все, вот это 3D почти все, но там есть фотки. Ну, в основном это все 3D-графика, которая позволяет, собственно, понять, что мы хотим. А, еще одна часть по 3D-графике. Мне это тоже очень помогло в начале работы. Вообще, как дизайн пошел. У меня было много хороших проектов чужих в 3D-визуализации. Я их просто выкладывал, а клиенты приходили и думали, что я это делал. Но я не говорил, что это я делал. Я так и сказал первым клиентам, что я не дизайнер вообще. Они говорят, да ничего страшного. У нас есть… Мы видим, что у тебя есть вкус, и ты хорошо рисуешь, а у нас есть опыт реализации. У нас есть строители, которые все это сделают. Ты, главное, рисуй картинки. Мне так сказали. И я сказал, ну хорошо, не вопрос, я предупредил. И стал рисовать, первую квартиру сделал. Ну, кстати, получилось неплохо. Самый первый проект, правда, был, это не квартира, а салон красоты. Мне нужно было сделать VIP-зал. Тоже очень интересная история, потому что я тогда не знал, что мне нужно делать много вариантов. Нужно сделать один вариант, но хороший. А я сделал 3 или 4 на плохих. Ну, как бы не очень. Вот. И когда клиент говорит, ну что-то не то, давайте еще, давайте еще. Ну, я делал и делал. Я не знал, что нельзя было сказать. Ну, или там не знал, что нужно было анкетирование какое-то провести, да, детальное. Ну, с ним поговорить, подписать что-то, да, что потом изменения будут за деньги. И вот этого всего я не знал. Соответственно, я где-то полтора или два месяца рисовал картинки, ну, просто пока не кончится. И потом я сделал ход конем. Я подумал, блин, ну что-то не прокатывает. Наверное, клиент вредный. Но тогда я еще не знал, что я был просто херовым дизайнером. Вот. Ну, рисовал непонятно что. Сейчас, конечно, можно посмотреть и посмеяться. У меня этих нет картинок, но есть на сайте. Я открыл интернет-журнал, думаю, дай-ка я посмотрю, как вообще люди делают. Открыл журнал и просто скопировал там чужую работу из-за салона. Четвертый вариант у меня получился, потому что меня уже замучили. И он прокатил. Ну, то есть нормально. Все построили, все классно, все воплотили. И потом мне как-то звонили, говорю, слушай, а вот я в журнале тоже в каком-то листал. Я говорю, почему-то так же получилось, очень похоже. Вот. И, ну, да, бывает. Ну, и ничего, так посмеялись. В принципе, он работает, по-моему, в салон красоты на улице Верни до сих пор. По-моему, там вот уже, не знаю, лет 15, лет 10, давно это было очень. И дизайн там и остался. Я туда ходил к мастерам, там меня стригли по блатам. В общем, все нормально, отношения замечательные. Потом я ему сделал, там же заказчику, квартиру. В общем, ну, такая интересная история. Но к чему это я? К тому, что тогда, когда я делал 4 варианта в начале карьеры, у меня, по сути, кончились вообще деньги. Ну, не на что было там даже доехать. Последние там 15 рублей были на маршрутку, чтобы доехать на встречу заказчика. У меня был единственный шанс, что он сейчас примет и даст мне, ну, как бы, следующую оплату. Ну, и вот тогда прокатило. Но очень тяжело, и тяжело именно было по моей вине, потому что я не знал, как работать правильно. И на самом деле клиент это чувствовал, видел и знал, и клиенты всегда нас будут прожимать. Поэтому очень важно, чтобы мы знали, как работать правильно. Даже если мы не знаем. То есть даже если у нас опыта нет, мы можем просто знать и делать вид, что мы знаем. Это тоже хорошо. Сейчас это возможно. То есть сейчас вы уже можете изучить, собственно, что должно быть в процессе. Есть уже вся последовательность, есть вообще все. Это очень сильно придает уверенности. Опять же, по отзывам наших ребят, с которыми мы работаем, которые у нас учатся, вот они с нуля приходят на обучение дизайну, обучаются и говорят, вот мы взяли первый заказ, и я вот никуда не отхожу, я вот делаю все, как вы сказали. То есть первый вот это, второй вот это, третий вот это. Заказчики тоже не знают. То есть это у меня был опытный заказчик, который знал все вообще сам. Но многие заказчики не знают, как и должно быть. Если мы просто уверены и четко скажем, что именно так надо работать, ну они так и будут работать. И не будут дергаться. То есть они начинают дергаться, заказчики, когда видят, что мы сами сомневаемся. Поэтому нам надо не только уметь делать дизайн, подбирать мебель, материалы и все остальное, что касается творчества, но и хорошо и качественно вести клиента. Это, собственно, работа, часть работы менеджера. А вот это та квартира, которую я рассказывал. Это тоже визуализация, но есть фотка, она практически так и получилась. На сайте у нас можно посмотреть. Неплохой тоже интерьер. Вот за неделю удалось тоже сделать и реализовать. Про стиль я сказал, да, что разные дизайнеры позволяют работать в разных стилях, тем самым оставляя один и тот же подход, но меняя, ну, ориентированный подход, да, но меняя стиль. Таким образом мы можем взять больше клиентов на разной стиле, но вы видите, все равно здесь нет ярких пятен, все достаточно простое и такое спокойное. Вот это интересная такая, уменитая квартира, одна из самых ярких проектов, очень необычная, похожая на ночной клуб, очень-очень технически сложная. Мы будем подробно разбирать там все элементы, как там потолок сделан, как пол сделан. То есть тут ни одного, ни одного вообще стандартного узла нет. Все узлы нам пришлось разработать с использованием подрядчиков. То есть отдельные были подрядчики на потолок, отдельно на инсталляцию пола, на оникс, то есть на полу здесь оникс, как его закрепить, что оникс просто нельзя положить на пол. Надо знать, что там должно быть стекло, иначе он просто треснет, будет тонкий. В общем, все эти узлы, все это разрабатывается отдельно. То есть это очень сложная, тяжелая работа, в одиночку это сделать вообще нереально. У нас работала команда, несколько человек, еще плюс команда технологов. Чтобы делать сложные, интересные проекты, обязательно нужно работать в команде, это очень классно, очень здорово. Полтора года проект делали мы, вернее, проект сам мы делали 3 месяца, а реализация была полтора года еще. – Какое количество проектов, какое количество проектов, процентов вы реализовываете? Ну, например, 50 процентов. Наверное, где-то 50. Да. Это в которых мы как-то участвуем, наверное. Вообще все проекты, так или иначе, пригождаются и реализуются. – Меньше тогда, которое вы ведете? Да, меньше тогда. Мы не всегда договариваемся с клиентом на ведение. У нас для ведения проекта достаточно жесткие условия. То есть нам очень важно, чтобы… Нам не достаточно просто, скажем, вести авторский надзор, приезжать. Нам важно, чтобы все было по-нашему, и мы хотим вести и управлять и стройкой, и комплектацией, и реализацией. Некоторые клиенты хотят делать это сами. Соответственно, они берут наш проект, они берут нашу рабочую документацию, рабочий проект, визуализацию и толковых строителей начинают делать. Чаще всего получается полная фигня, но иногда получается хорошо. К примеру, вот этот проект, вот этот проект полностью был сделан вот именно так, как я сейчас говорю. И он получился очень близко к тому, что я придумал. То есть, ну, все практически реализовали, там были хорошие строители. Проект, в принципе, несложный технически, поэтому это возможно. Сложный технический проект, вот этот невозможно было бы так реализовать, вообще невозможно. Ну, то есть, даже никакого шанса нет. То есть, какие-то можно делать, какие-то нельзя. То есть, вот этот можно тоже. Классику вообще без проблем можно делать. Вот этот можно вообще без проблем. У меня был проект, когда мы нарисовали дом, в США мы делали, за рубежом, задача была сделать именно образ и подобрать лепнину из каталога поставщиков, которые именно там работают, в США, потому что они, ну, у нас, конечно, не будут покупать, у них есть свои поставщики. Вот, мы скачали просто этот каталог, все это сделали, отослали и через где-то годик клиент присылает фотку, тоже очень похоже, все круто получилось. Поэтому, когда мы говорим о дизайне, мы должны всегда говорить о продукте, который у нас есть. Продукт у нас может быть разный. Ну, давайте вот сейчас кто-то спрашивал, да, переходим плавно к этой теме. Собственно, что является продуктом дизайна? Продукт дизайна может быть концепция, когда мы придумываем идею. К примеру, мы делали, есть у клиента задача как-то освоить территорию, есть у него автомойка, ну, например, да, какая-нибудь старая. Ну, не автомойка, это мы так, у нас кодовое название было, автомойка. Есть у него земля с каким-то зданием, он думает, что там сделать. Сделаю-ка я там многофункциональный какой-то комплекс. Он находит дизайнера. И здесь дизайнер уже выступает не столько в роли дизайнера, да, а больше как идейного вдохновителя. Что можно с этим объектом сделать? И мы решаем этот вопрос архитектурно, экономически, то есть разрабатываем концепцию так называемую. Стоит такая услуга примерно 150 тысяч рублей, делается, наверное, за дней 10 с оформлением. И, в принципе, это очень выгодная такая услуга, которая позволяет инвестору за недорого достаточно оценить вообще, что можно, придумать там какую-то концепцию, в нее может даже не входить в визуализацию, и получить какой-то продукт с технико-экономическими показателями, вот что самое важное, по которому он сможет принять решение, вообще стоит это делать или не стоит. Вот. Это первое, да, концепцию. Второе, что можно делать, это эскизный проект. В эскизный проект входит, как правило, визуализация, вот такие картинки, планировка. Эскизный проект может быть и по квартире, и по коммерческому, почему угодно, то есть назначение любое может быть. Визуализация вы находите, эскизный проект, и визуализация чего? У вас же говорят прямо с квартиры? Ну да, квартира. Давайте так, эскизный проект из чего состоит? Он состоит из достаточно технического задания, конечно, мы общаемся с клиентом, из планировки, мы делаем планировку, соответственно, и делаем визуализацию. Проект может быть именно, проект рабочий, он может быть достаточно условный, он не условный, он точный, но не детализированный. У нас на сайте, на YouTube-канале, если кому-то интересно будет, я пришлю ссылочку, есть два типа рабочего проекта. Есть минимальный рабочий проект, он занимает не более 10 листов. Это когда мы делаем концепцию, да, минимальный. Там все есть, но без деталей. Все то же самое, но в меньшей детализации. Он получает чертежи, он получает планировку с чертежами, но с меньшей детализацией. Он получает 3D-визуализацию с нормальной детализацией, но без подбора мебели. То есть вот этот диван, любой может быть диван, мы не говорим, в какой компании и какой артикулу купить этот диван. Это просто диван какой-то, который, и не факт, что будет такая же тряпочка. Дальше он берет вот эту, вот эту визуализацию, плюс берет чертежи, где стоят габариты и количество этих диванов, идет в магазин и сам покупает. Либо нанимает нас на комплектации, мы это делаем вместе с ним. В детальном рабочем проекте, когда мы делаем все от начала до конца, у нас прописано, что диван именно вот такой, что диван именно такого артикула, вот такой там ткани, если у нас декораторство в том числе есть, что шторы именно такие. И в общем все детали прописаны. Просто эта штука стоит в два раза дороже, чем концепция. Вот надо принимать по ценообразованию тоже, чтобы было. Да, у нас много что есть, много чего нет. Поэтому это работа дальше, которую надо делать, которая делает комплектатор. Но если сразу, то сразу комплектатор подключается, правильно? Нет, это все делает дизайнер. Ну, как бы по функциям. Это может быть один и тот же человек, но по функциям дизайнер должен придумать, что вот у него здесь. И в данном случае, если у нас эскизный проект, давайте вот этот диван возьмем. Если у нас эскизный проект, то дизайнер пропишет диван 2.20, там такой-то, и вот картинку вот эту вырежет, смотри, в таком стиле, да. И количество две штуки. Вот это в минимальном пакете он напишет. В максимальном он напишет, что за диван, какая фирма делает. В минимальном он для себя примерно одинаковый, какой банк конкретно. Да, да. Но дизайнер, как правило, конечно, он должен знать. Если, собственно, вот то, что вы спрашиваете, это часть, которая касается навыков, насмотренности и опытности дизайнера. Если вы начинаете, вы не знаете эти диваны. То есть, ну, и что, вам теперь не работать, пока вы все не узнаете? Конечно, нет. Вы работаете, как получается. Дальше с набором опыта вы уже одну квартиру сделали вторую. Вдруг у вас пойдет вот такой про аванс стиль, вы будете знать о этих диванах и вообще об этом стиле вообще все. Что за травертин, какие виды, какие типы. Тогда вы будете уже закрытыми глазами все это клепать. Но это с опытом придет. Поэтому чем опытнее дизайнер, тем больше у него вот этих вот шаблонов, наработок, которые он использует. Спрашиваю. Вы спрашиваете. Нет, экологически, да, спасибо. Но в рабочемой этапе я говорю, да, что мне нужно, я еще не знаю, буду ли я у вас делать этот проект. То есть, будете ли вы его вести, будете ли вы авторским назором покупать. Ну да, отлично, для нас тоже будет достаточно эскизный проект, но выгоднее. То есть, выгодно сделать, вот примерно отдать, а дальше, на самом деле, это дальше может все поменяться. Вообще, я сторонник больше эскизных проектов, потому что они быстрее делаются, а дорабатывать лучше и желательно на комплектации, на реализации. То есть, в принципе, можно начать до речи эскизного проекта, а потом в случае, если в процессе работы… Да. Но просто есть разные типы заказчиков, кто-то приходит и говорит, вот мне нужно все, то есть, я не буду заниматься этим, вот вы дизайнер, вы делаете дизайн. Таким людям не объяснишь, что мы сейчас сначала примерно нарисуем, а потом вот еще и еще. Такие люди хотят полностью заказать. И им надо предоставлять уступку, окей, там 10 тысяч за метр, все, можете не появляться, через два года, через полгода приходите, будете смотреть. Окей, ну если это дом, через два года, если это квартира, то через полгода. Вот, а есть такие люди, да, для них отдельная услуга. Есть, ну вот то, что я говорил про услуги, да. Вот давайте сейчас к ней перейдем, да. Эскизный, понятно, собственно. И финальный, это рабочий детальный проект, когда человек говорит, я хочу сделать все проекты, я хочу, чтобы у меня лежали все альбомы, все детализировано, вот я хочу за это заплатить, там, 2 миллиона. Вот у нас клиент делает дом 800 метров, он вложил 2 или даже больше миллиона, сколько-то за год, по-моему. Я хочу, чтобы у меня было все, а потом я вот буду решать, начинать строить. И вот мы им копаем, делаем все-все-все на проект. Но мы понимаем, что поменяется, ну, в дальнейшем. Это нормально, это все хорошо. Но он хочет, чтобы у меня был. Ну, пожалуйста, есть так есть. В общем, рабочий проект — это следующая часть, что можно заказать. Она, как правило, в полтора-два раза дороже, чем эскизный проект продается. И дальше у нас есть… Что? Детальный, детальный, детальный. Электрика в любом случае есть, раскладки пола в любом случае есть, потолка есть. Просто в эскизном проекте у нас форма дана по потолку, профиля, там, допустим, карниза, но не указан, какой именно. А в детальном прям профиль прочерчен. Да, наш профиль прочерчен, который мы хотим. А в эскизном мы говорим, идите к поставщикам, пусть поставщики с нами на авторском назоре согласовывают. Понимаете логику? Это вот очень-очень важный тонкий момент, потому что бывает очень часто эскизный проект продает дизайнер, а потом с него требуют как рабочий проект. Я говорю, а что у вас тут не прочерчено? И все, и дизайнер попадает в рабство, потому что он получил 3 копейки и должен 2 года. Но он не может объяснить, что это надо или не надо делать. И он, в общем, вынужден на каждом шагу за свои уже деньги сопровождать все это дело. Давайте по очереди, да. Значит, как, что страхуемся? Объясняем, что входит и договор. В договор должно быть ясно написано, что мы делаем. Не за что отвечаем. Состав работы. Если клиент не нужен, не ваши бумажки и не нужны. Что не нужно? Договор не прописывается. Ну а как вы тогда будете работать без договора? Договор не прописывается. Но если вам просто деньги перечисляют, он может так же и забрать. Вы сделаете всю работу, а он заберет. Он подает в суд и говорит, не обосновывая на обогащение, вы еще проценты ему заплатите. Ну то есть это глупо. А тогда же не это. Вы будете сто раз переделать, а не можете. Нет, да. Будете сто раз переделать и плюс он потом взыщет деньги. Это все будет нормально и правильно. Это будет самым лучшим уроком, который будет в жизни. В банковском счете будет записано или в расписке вашей будет записано? Нет, расписки тогда я тоже не дам. Ну а как вы просто… Тогда вы можете ничего им не давать. Все получили, приняли. Так, на чем мы остановились? И дальше. Услуги, которые должны быть. И, наверное, будем с вопросами. Да, уже о том, многое, что рассказал. Услуги, которые дальше. Когда мы сделали проект, неважно, он эскизный или детальный, мы предлагаем следующие виды услуг, которые очень важны. Это авторский надзор. Когда мы приезжаем и смотрим, все ли там строители колбасит и делают так, как нужно было по проекту. Какие у них вопросы, ошибки, проблемы и все остальное. Второе, что мы предлагаем. Услуга комплектации. На услуги комплектации дизайнер у нас работает как комплектатор, и он помогает купить все, что нужно. За 10% примерно от стоимости закупаемого. Если клиент сам не хочет этим заниматься, то этим занимается комплектатор. Очень выгодная история. И управление строительством, когда вы выступаете в роли генерального менеджера, который сам организует встречи на объекте, и который соединяет поставщиков разных, по электрике, инженерам и всего остальному. И дизайн соединяет, устраивает недельные встречи, или чаще, если нужно, и строителей, и следит за тем, чтобы все было построено. В этом случае клиент, вернее дизайнер является представителем клиента. Даже если нужно в инстанциях, как правило, согласование в управляющей компании, и все остальные бюрократические истории, клиент только получает отчеты на электронную почту. Это как бы полный комплекс. Есть еще генеральный подряд, на который подписываются многие дизайнеры по неопытности и неизнанию. Когда дизайнер выдают кучу денег под расписку или просто так, я очень сильно вас отговариваю от того, чтобы это делать. Если у вас нет сильного зубастого юриста, и вы не берете себе, а берете через какой-то договор, это серьезный отдельный бизнес, вот именно генподряд. Да, там больше денег, но очень-очень-очень высокий риск. И нужен очень европейский, по сути, нужна модель ведения всех договоров, очень педатично все это вести. Последний пример, который я знаю, одни наши коллеги, делая проект, делая его утрагода, ушли в минус на 4 миллиона. То есть им пришлось выплатить еще клиенту после того, как они все сделали, еще 4 миллиона за то, что по разным причинам, по неустойкам, по всему остальному, взят на себя генеральный подряд. Он сказал, ну я снимал, вы там опоздали, а я снимал квартиру там сколько-то месяцев. Вот, пожалуйста, вот вам чеки, возмещайте. Все, я не доплатил им просто денег. То есть они не то, что не заработали, не в минус ушли. Вот такая история. Договоры не должны обязательно сходить в минус. Да? Да. Я к тому, что они не выполнили, потому что у них управление было не идеальное. Да. Они пытались, как обычно, как вы вообще так делаете? Ну обычно мы договариваемся как-то с клиентами. Ну а с этим не договорились. Ну и правильно, да, клиент говорит, ну я ничего не знаю, ничего против не имею. Но договор подписали, подписали, будьте добры. Поэтому будьте очень внимательны. Я не говорю, что этим не надо заниматься. Этим можно и нужно заниматься. Многие люди этим занимаются. Но к дизайну это имеет очень маленькое отношение. Это совершенно другой бизнес. Поэтому идеальная ситуация, ну вот, наверное, да, вот к чему мы пришли, это управление. То есть мы оказываем консультационные услуги, как консультанты, да, беря деньги за либо выезд, либо помесячно, соединяя всех воедино, но не неся за них ответственность, и договор клиент подписывает на себя. Вот это самая такая нормальная история, если вы не хотите заниматься только юридическими вопросами. Давайте, наверное, отвечу на вопросы, если есть. Давайте. Пожалуйста, по поводу услуги комплектации. То есть вы спецификацию составляете подробную только при условии, что клиент заказывает эту услугу, правильно? Спецификацию подробную. Давайте разберемся в терминах. Есть ведомости, а есть спецификация. Ведомости составляем на дизайн-проекте. В них входит, если это детальный дизайн-проект, то там входят артикулы. Если это не детальный, а эскизный, то туда входят только те артикулы, которые мы хотим, чтобы туда вошли, которые мы считаем важными для дизайна. Если мы говорим о спецификации, то, что вы спрашиваете, то спецификация по проекту уже делается, когда мы закупаем. Как правило, спецификация еще дополняется маркетинговыми исследованиями. То есть мы должны понять, возьмем вот этот проект, что у нас здесь на полу. Здесь может быть Onyx, а может быть плитка под Onyx. И мы должны с клиентом обсудить, то есть какой бюджет, во-первых, не поменялось ли у него, не появилось ли у него дополнительные деньги, либо наоборот, не кончились ли у него деньги, потому что Onyx стоит 20 тысяч рублей, а плитка стоит 2 тысячи рублей. Выглядят они одинаково, поэтому нам надо здесь понять с ним, что мы делаем. Соответственно, мы предлагаем еще раз обсудить это. Дальше, давайте плитку, потому что сэкономим, или давайте Onyx, потому что везде Onyx. И мы уже записываем спецификацию. Onyx артикул такой-то, купить там-то, стоит столько-то, доставка столько-то. Уже детально в этом смысл. Это делается отдельно за 10% от стоимости вот этого всего на стадии комплектации. На стадии проекта это бессмысленно делать, потому что тысячу раз еще все поменяется. Нет, можно это сделать, но, как правило, это лишняя работа, которую лучше на себя не брать на том этапе. То есть надо, зная все это, надо понимать, где мы можем сэкономить по времени, по деньгам и не делать это. Ну, объяснить клиенту, что он тоже может сэкономить. Это получается в опасности того, что когда клиент видит артикул, допустим, спецификация, он может эту услугу не доказывать. Он пойдет? Он увидит только, когда он заказал. Как он это увидит? То есть он потом завязан и не через вас бесплатит, получается? Не через нас, нет. Но как только мы выполнили маркетинговое исследование, предоставили ему спецификацию, у нас договор на комплектацию должен быть так составлен, чтобы он заплатил вам либо заранее, либо по факту проделанной работы, выставления счета. То есть это прописано все детали в договоре на комплектацию, там есть особенности. Но, понимаете, клиенту невыгодно это делать, потому что вы же не все ему сразу подбираете. Вы начинаете с пола или с оникса, и этот процесс не за месяц проходит, а на протяжении всего проекта. Потому что на каждом проекте не менее 200 позиций. И вы первый месяц работаете с первыми позициями, потом дальше, дальше. То есть один раз, ну, в принципе, он вас может обмануть, но не пойдете вы на него в суд подавать, делать вам больше нечего. Просто вы дальше не будете с ним работать. А он же покупает у вас услугу не чтобы обмануть, не чтобы копейки за отдельную позицию забрать, а чтобы освободить себя. Поэтому ему смысла никакого физически нет здесь. Если вам эта услуга нужна, ему нет никакого смысла придумывать что-то. Понимаете? То есть невыгодно. Вот в дизайн-райке, если он без сопровождения, есть такой вот комплект с чертежей, все вот, устроите. Там же есть спецификация? Ведомости. Ведомости. Это с количеством. Да, конечно. С количеством и с артикулом все же. Да. С артикулом. А поставщиков он ищет сам. Смотрите, что такое количество? Вот там количество фактически указано. Нам нужно 20, не то что нужно, там указано 20 метров у нас гостиная, допустим. Материал, керамогранит, артикул, допустим, такой. Даже указали, если артикул, да, если все указали. Дальше. Это же недостаточно. Теперь что нужно сделать, чтобы все это было грамотно? Это знает только дизайн, а клиент не знает. Когда клиент приходит в магазин покупать керамогранит, оказывается, что 20 метров купить нельзя. Ну, там по плиткам идет, да, или там по метражу. Он либо больше, либо меньше. Коробки, да. Дальше. Сколько нужно запас строителя? Ну, то есть он может купить 20, а оказывается, что из-за укладки нужно там больше или меньше. Потом нужно это все привести. Расклад тоже есть в проекте, наверняка. Да, слушайте, дальше. Дальше нужно понять, что тот цвет, который был в интернет-магазине или тот, который был в предыдущей партии, он сочетается, и он точно такой же и сочетается с другими позициями. И так далее. То есть всего 23 пункта в договоре на комплектацию, которые нужно сделать для того, чтобы все было так, как задумал дизайнер. Это можно не делать. Можно прийти в магазин, взять с запасом там на 15% и не париться. А можно заморочиться и сделать. Если ты хочешь, чтобы получилось качественный детальный интерьер, и люди, которые это хотят, они заказывают услугу. Те люди, которым кажется, что они сэкономят или не хотят это делать, они придут сами в магазин, сами все посчитают, сами все закупят. Это тоже хорошо. Два типа людей, которых не переделаешь. Типы мышления людей. Кто-то хочет делать сам и будет делать сам все время. Ну, ему без разницы, он будет так делать. А кто-то хочет, чтобы все вот было от и до, и чтобы кто-то этим занимался. Это разные типы людей, разные типы услуг. Нет, ну то есть у вас в детальном проекте без сопровождения нету вот этой информации? Какой? Ну вот... Ну я же только что сейчас рассказывал очень детально про эскизный проект и про детальный проект. Если это эскизный проект, то там информации нет. Если ты детальный, то там есть эта информация, конечно. Мы договариваемся с клиентом на берегу, что там будет отображено. Многие клиенты не знают, какая будет плитка. Вы рисуете просто, что вы... Нарисуйте мне серое пятно, я потом сам выберу. Мне это сейчас не важно. Я не готов согласовывать эти вещи. Рисуйте образ. Я по образу пойду подбирать. Вот смотрите. Вот плитка какая-то. Какая-то плитка. Что это за плитка? Да любая плитка. Да, вы можете подразумевать, но клиент может пойти в магазин и купить любую другую. Поэтому, если он это будет делать, и вы понимаете, что он будет делать, смысл вам делать детальный проект, если можно ограничиться эскизом и сэкономить и свое время, и клиенту деньги. Сейчас, давай. Скажите, пожалуйста, на каком этапе собратно организовывать ее лицо для дизайнера студии и на какой вопрос, где брать клиента? Понятно, там знакомо, там, какой путь, чтобы клиенту было? У каждого путь этот разный, я так вам скажу. Тут нет, никто не знает, как правильно продавать. Точно так же никто не знает, как правильно похудеть. Существует огромное количество диет и способов привлечения клиентов. Есть лишь теория. Это так же, как рыбалка, никто не знает, как правильно, есть куча способов. Есть некоторые теории, которые позволяют нам верить в то, что клиенты к нам придут. Есть у меня видео замечательно, 4 концепции привлечения клиентов. Активные действия, экспертность, известность и польза. Вот, 4 концепции, вам рекомендую посмотреть видео, оттуда будет много чего понятно. Сейчас я просто не успею это все рассказать. Ну, вставайте, уходите, если неинтересно. Посмотрите видео в этой части. Сейчас на первый вопрос я отвечу. Вопрос номер один. Когда стоит организовывать? Как только вы собираетесь работать, да, нормально, да, и принимать деньги на счет, сразу же иметь стоит, открыть индивидуальный предприниматель, это недорого. Стоит, по-моему, 3-4 тысячи рублей сейчас без каких-то проблем. И откройте все это дело и будете платить отчисление налоги. Если у вас будет доход, как бы, от налогов больше, чем 25 тысяч рублей в год, вы можете оформить патент и списывать частные интерьеры по патенту. То есть вы всего в год будете платить 25 тысяч рублей. Это безумно выгодно и очень круто. Поэтому рекомендую две вещи запомнить. Первое, ИП. Не надо ООО организовывать, точно. Я вам точно могу сказать, что ООО не нужно. Ну, для работы ни с какой компанией. Мы с Аэрофлотом работаем, с Москва-Сити, ГАЛ, с любыми девелоперами вообще-то все равно. Никто на это не смотрит. ИП подойдет для любых вещей. И патент. Зачем его закрывать? Мне пока не надо. Спасибо. Мне не нужно. Ну, хорошо. Подождите. И второе, запишите, пожалуйста, патент. Я когда это узнал, тема, я понял, сколько мы денег просто слили. Никуда, ну, в наше замечательное государство, скажем так. Но лучше бы она у нас осталась, потому что мы имели на это полное право. Патентная система налогообложения – это очень важная часть. Я вообще про все технические вот эти детали, ну, именно организационные. У нас специальный блок будет на дизайн-конференции. Я прям собрал самые-самые важные части. Приходите обязательно. Как заключать договор с сотрудниками и так далее. Все вот эти вопросы, которые всех волнуют, ну, которые на самом деле дизайн не имеет отношения, но их надо знать просто и все. Я все по этой теме изучил. А может быть? Да. А потому что вы не имеете права заниматься коммерческой деятельностью, не образовавшим. По закону, вы будете наружать закон просто и все. Ну, то есть, если вам все равно, можете не организовывать. Как частная лица? Нет. Коммерческая деятельность нет. Обычно не учите, я так понял, просто здесь либо дизайнер, либо учится уже. Приходите к нам на обучение в школу дизайна. У нас серьезная программа, которая рассчитана на удаленное, с нуля обучает. Мы обучаем, я обучаю с нуля создавать. Может, любую другую школу выбрать. Но важно не школа даже, а что важно вообще? Что важно? Важно понимание процесса, как он идет от начала до конца, чтобы вы знали, что вот вы идете этим путем. Пути могут быть разные. Нужно выбрать свой путь какой-то и по нему идти, не отходя. Дальше нужна теория. Естественно, там композиция, стили, планировки. Это техническую, то, что вы рассказывали, вернее, говорили. Техническую часть, инженерную грамоту. Все это важно знать. Но дальше еще, когда вы все это знаете, когда вы сделали дипломный свой проект, первый вот он у вас есть, вам нужна практика. Вы не станете дизайнером, пока вы не сделаете проект. И сами вы, если будете делать, будет много ошибок. Вам нужен старший какой-то наставник либо товарищ, который будет помогать вам реализовывать первый проект, чтобы вы не совершили ошибок. Это очень важно. И вот этот вот институт, когда, ну, как вот раньше было, это когда идет подмастерье, да, он у старших учится. Это очень важно. К сожалению, вот у нас это не культивируется. Мы хотим, чтобы это работало. И только так становится дизайнером. Я вот очень жалею, что вначале у меня не было там кого-то, да, кто мне мог помочь именно так. И только там со вторым или с третьим проектом до меня дошло, что я работаю в хорошей крупной архитектурной студии. И я подошел к руководителю и показал ему свой проект. И он его просто разнес в пух и в прах. Просто он мне показал там какие ошибки. Но была положительная часть. Положительная часть заключается в том, что именно тогда я понял, как делается дизайн. То есть то, что мне казалось, то есть я, когда смотрел чужие картинки, анализировал, я себе наматывал на ус всю эту информацию, и у меня своя ячейка строилась. Когда мне объяснили, как оно, вот вся та информация, как она может по-другому работать, у меня вот что-то щелкнуло, это в момент, я помню очень хорошо этот момент, и ты понимаешь вдруг, как все делается. Вот ты вот в момент все начинаешь понимать. И ты сам это никогда не поймешь, нужен кто-то извне, кто тебе подскажет, поможет. Вот это очень важно, это многие упускают, поэтому рекомендую, да, обучиться, дальше найти кого-то, кто сможет вам помогать в ведении. И дальше, когда будете на практике работать, вот у нас тоже команда сейчас, у нас каждый из команды привносит свою какую-то нотку в зависимости от своего опыта, в дизайн. Поэтому это очень круто. Еще? Существует технология, которая называется комплектация, да, то есть как мы делаем комплектацию. Это целый процесс. Для того, чтобы найти, там есть 10 пунктов, собственно, как мы это делаем. У нас тоже по этой теме есть отдельный курс, урок и статья на сайте. Если кратко, то по-любому нам нужно сначала понять, что нам нужно, то есть какие нам нужны. Какие бывают? Нам нужно типы понимать. Какие бывают типы исполнителей? Бывают дешевые, да, которые за 3 копейки делают, но обещают, что все сделают. Мы понимаем, что с ними, конечно, не сваришь, либо надо будет стоять с ними вот и показывать буквально, как копать или как делать. Есть дорогие строительные компании, которые там все сделают, но будет дорого и бюрократизировано. Есть средние, да, с управленцем, которые плюсы одни, у них минусы другие. То есть мы понимаем типы, да, всего типов строительных компаний, там 4 или 5, по-моему, я сейчас не помню точно, они описаны. Дальше мы приходим с этими типами, мы их сами понимаем и к клиенту и говорим, мы кого вообще ищем. Нам дешево, но тогда ты больше заплатишь за управление и, возможно, риск ошибок выше. Или среднее, или дорого. То есть в зависимости от типа клиентов мы должны объяснить, что чудо не будет, потому что люди верят в чудеса, к сожалению, ну или к счастью, как есть. Люди хотят быть обманутыми, это первый постулат, и люди верят в чудеса, кто ни разу не сталкивался с ремонтом. Поэтому хотят, чтобы красиво было, но взять самых дешевых строителей. Так не бывает. Ну, вернее, бывает, только в сказке. И, соответственно, мы просто показываем, рассказываем, как бывает. Дальше утверждаемся, клиент говорит, да, я все равно так хочу. Отлично, вопросов нет. Теперь ищем. Как только ты понимаешь, что тебе нужен, ну, это как на сотрудника искать где угодно, хэдкантри, или когда ты ресторан выбираешь, ты понимаешь, ты пойдешь в Макдональдс, сейчас быстро поешь, да, либо пойдешь, ты в ресторан посидишь. То есть ты понимаешь тип. После того, как ты понял тип, ты выбираешь там область, да, где ты будешь искать, и выбираешь, значит, по отзывам потом, да. Также мы спрашиваем, когда тип понимаем у коллег в интернете, у предыдущих клиентов. В общем, есть стандартная последовательность, которая называется, собственно, работой комплектатора. Мы вот рассказываем, как этой работой комплектатора работать. А как комплектатор связан? То есть ты сошли комплектатор делать? Комплектатор. Ну, почему нет, да. Это то же самое, как найти поставщика. Нет, нет. Выбор. Выбор и предоставление на выбор клиенту оборудование поставщиков, строителей, подрядчиков. Это задача комплектатора. И завязываете это все на себе. Если клиент нам платит это, то да. Если нет, мы говорим, ну вот тебе проект, иди делай сам. Ну, то есть если человек платит, то, конечно, если не платит, то нет. Зачем заниматься тем? Зачем не платит? А авторский надзор без комплектатор? Бывает. Да, бывает. Но тогда мы говорим следующее, что для того, чтобы сделать хорошо, нам на авторский надзор, пожалуйста, подвезите плитку, материалы, мы их посмотрим. Дизайнер посмотрит на авторском надзоре, все будет, если на объекте, он скажет это или не это. В любом другом случае придется по фоткам выбирать, что тоже возможно, но, скорее всего, не очень скажется хорошо на итоговой реализации. Хотя, может быть, и нормально, но, может быть, и нет. Все, что мы делаем, когда клиент платит, он платит за уменьшение риска того, что все будет не так. Если, вот я очень сильно замороченный человек, то есть я не могу, когда плитка там в шов не приходит, но я беситься буду, я пол снесу и заново перестрою. Ну вот я вот настолько прям упорот в этом вопросе. Такие люди тоже есть, я буду по максимуму платить. Есть люди, которые завтра привыкнуты и вообще не обратят внимания на это. То есть клиенты тоже разные. Мы должны понимать степень замороченности и насколько клиенту это важно и нужно. Если ему это нужно, тогда он это все купит и с удовольствием будет заниматься. Категория какая встречается? А? Что? Какая категория у вас одну из практик встречается? Все встречаются, идти, идти. Я поэтому и говорю, вот отвечаю там на чей-то вопрос, что какие-то мы проекты делаем, кому-то достаточно. У меня сейчас дом делается, там, 450 метров. Очень хороший клиент, очень класс, но он сам делает. Он хочет сам все делать и я к нему езжу просто в качестве энтузиазма. Просто мне интересно, что он там делает. И у него относительно неплохо получается. У него есть какие-то ошибки, такие мелкие, но получается все равно классно. Я верю, что он реализует. Я ему по почте даже отвечаю, какие-то советы даю. Он просто мне хочет, чтобы он сделал. Но так как он денег не платит, естественно, я не езжу и не выбираю, не отвечаю ни за что. Он сам что-то в Испании заказывает, что-то каких-то белорусов там привезет, будут они делать эти самые деревянные изделия. Ну, в общем, сам. Почему нет? Ну, отлично. Проект все равно получился и получился очень красивый, и он его реализует и будет очень, мне кажется, близко к теме. Поэтому это тоже возможно. Как на этапе первой встречи, первое общение, понять, что же надо клиенту по помощи полноценной системы? Что надо? Это система анкетирования. Что надо клиенту на первом этапе? Да. Но если он сидит, переходил, чтобы было круто, а что-то анкетирование не знает. Да, существует система анкетирования. Это анкета, там у нас на 300 вопросов примерно. Нам нужно часа три с клиентом посидеть, и ведущий дизайнер, зная, как анкетировать, он задает какие-то наводящие вопросы по анкете и принимает ответы. Потом все это дело мы комбинируем в альбом. В этот альбом мы добавляем еще свои какие-то идеи, получается у нас концепция. И потом эту концепцию мы еще раз проговариваем с клиентом. То есть это достаточно такое замороченное мероприятие. Оно занимает дней 10, наверное, вот предпроектные такие работы. Но это позволяет потом согласовать дизайн и сделать с первого раза так, чтобы не пришлось переделывать и делать варианты. Тест на стейл? Что? Нет, это у нас на курсе есть. Мы обучаем там полностью этой теме и даем шаблоны, все анкеты и как должно быть оформлено техническое задание. Можете пройти не такой дорогой и получить полностью результат. Если клиенту не понравилось, то есть это? Если клиенту не понравилось, если клиенту не понравилось, есть несколько объяснений этому. Первое, это мы действительно сделали фигню какую-то, такое тоже бывает. Ну, то есть не прочитали техническое задание и сделали не то. В конце? Что? Не в конце, на этапе согласования. То есть это тоже бывает. Второе, это то, что клиент сказал не то, что ему было нужно, тогда мы обращаемся к техническому заданию и смотрим, что он хотел классику, в итоге все записали, все согласовали, а в итоге склоняется к современному. Встает вопрос уже, наверное, о переделках. Третий вариант, когда директору не понравилось. То есть все классно, клиенту нравится, но нравится какая-то фигня. То есть он говорит, сделайте, разместите балку, а так мы видим, что так не делается. То есть есть законы, классические законы, которые, ну, против которых нельзя идти. А клиент говорит, я хочу все равно. Вот в этом плане тоже может быть не важно там, что он хочет, важно то, как должно быть. Иначе это, ну, просто смысл заниматься, тратить свою жизнь на то, что не нужно. А вы как фиксируете этап идти на этот курс, представить? Конечно, конечно. Это первый этап, это полноценная работа, стоит он 20% от проекта. То есть на этом этапе мы спокойненько зарабатываем деньги и это первая часть нашей работы. Неправильно, еще одна важная мысль, неправильно техническое задание от клиента получать, надо собирать техническое задание. То есть вспомните ситуацию, когда вы к врачу приходите, он же не говорит там, что у вас болит, и сразу же, ну, выписывает вам лекарства. Он долго спрашивает, а симптомы какие? Все записывает. Вот записывает, записывает, спокойненько все. Все потом смотрит, потом говорит, а теперь анализы, а теперь рентген. Вот примерно то же самое. Вы должны все изучить спокойно, не дергаясь, полномерно. Как только вы все изучаете, в техническом задании еще есть такая штука, которая называется технические условия. Да? Знаете, что это такое? Вот без технических условий нельзя работать. Узнаете, что это такое вам в задании будет? Нет. Узнайте. Узнайте, что такое техническое условие. Это вам сильно очень поможет. Везде есть они, а не есть. Ну что, заканчивать будем? Давайте, сколько у нас последний вопрос. Последний вопрос, давайте. Во время авторского надзора вы ведете какой-то журнал? Да, конечно. Журнал авторского надзора, да, там записываем то, что произошло, делаем фотки. Это является нашей работой. Спасибо. Ну вот, давайте, пока важный человек спускается. Какого? Работа ваша, бизнеса. Проекта. Проекта. 30-50 процентов. То есть 50 – это хорошо, 30 – это окей. Это честно перед клиентом, заговоре. Нет, это клиент не касается, я вам просто говорю, рентабельность студии дизайна как бизнеса в плане разработки дизайн-проекта. Если мы говорим о дальнейших агентских вознаграждениях, если мы говорим о ведении, то там рентабельность 50-70. Поэтому я и говорю, что надо дальше идти. На дизайн-проекте, вот если 30 процентов, даже это уже очень окей. Спасибо большое. Друзья мои, я хочу вас пригласить на дизайн-конференцию. Сейчас мы прям расскажем. Да, расскажем. Ты только поговори, я тебе покажу. Поговорю, здесь несколько секунд еще. Стас, большое спасибо. Пожалуйста. Давайте еще раз поаплодируем.